здравствуйте в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей в великобритании на понедельник 26 сентября что принесли на выходные мы сейчас узнаем из заголовка британских газет ну кому же нам еще верить итак давайте начнем реакция на мини бюджет который был объявлен канцлером финансов министром финансов на прошлой неделе продолжает доминировать во всех газетах газета метро выбирают заголовок налоговые войны которые сопровождаются фотографии изображающей вбрасывание между лидером лейбористов сэром кейром стармером и премьер-министром ли страсс сэр кейр пообещал отменить налоговые льготы для даунинг-стрит номер 10 самым которые являются самые высокооплачиваемые но поприветствовал решение снизить базовую ставку налога с 20 до 19 процентов газета сообщает что после пятничного объявления мини бюджета те у кого есть как минимум миллион фунтов стерлингов будут экономить 55 тысяч фунтов в год поскольку консерваторы пытаются увеличить расходы и стимулировать экономику также в воинственном тоне газета guardian сообщает что лейбористы стремятся провести новые боевые порядки с премьер-министром пообещав восстановить максимальную ставку подоходного налога согласно отчету отмена может привлечь не менее двух миллиардов фунтов на государственные расходы которые можно было инвестировать такие области как национальная служба здравоохранения теневой канцлер рэйчел ривз говорит для газеты guardian вы не можете построить сильную экономику без сильных общественных услуг тори нервничают когда квартенко обещает дополнительно снизить налоги это заголовок на первой полосе газеты ай газета сообщает что поговорила с депутатами консерваторами которые выразили озабоченность своих коллег по поводу негативной реакции финансовых рынков после того как получилось снижение налогов но на прошлой неделе для тех кто получает много денег газета сообщает что депутаты дают премьер-министру 6 месяцев чтобы ее политика начала работать согласно первым полосам газет не только политики возмущены снижением налогов для богатых газета daily mirror опубликовала интервью с бывшим футболистом манчестер united а также он является членом лейберийской партии гэри невиллом который сказал газете что давать людям с высокими доходами деньги в которых они и так не нуждаются это просто аморально невил который играл вместе с одними из самыми из самых высокооплачиваемых игроков в этом виде спорта рассказал газете я не знаю никого кто зарабатывает больше 150 тысяч фунтов и кто считает что это правильно бывший защитник сборной англии поддерживает сэра кейра стармера на посту премьер-министра чтобы он стал премьер-министром и сегодня он появится на партийной конференции в ливерпуле именно об этом пишет газета канцлер кваси квартинг разрабатывает меры по снижению налогов для того чтобы помочь семьям которые борются с кризисом стоимости жизни об этом сообщает газета daily mail в газете говорится что господин квартинг начал пересмотр всех налоговых ставок перед официальным бюджетом который ожидается в следующем году газета mail цитирует источник министерства финансов который заявил что канцлер хочет сделать налоговую систему проще лучше для семей и более благоприятной для роста бюджета страны но в тот же момент газета times описывает ту боль которая является в оплате труда с которой сталкиваются миллионы работников государственного сектора после того как правительство отказалось от планов нового пересмотра расходов это означает что работники государственного сектора получат реальное сокращение заработной платы до 2024 года согласно газете добавив что школы и больницы будут вынуждены принимать трудные решения относительно своих бюджетов отдельно в кадре доминирует образ итальянского ультраправого лидера джорджии мелони которая похоже готова стать самым правым премьер-министром страны со времен войны тем временем ли страсс сообщает для газеты daily express что планирует построить самую успешную экономику в мире согласно газете премьер-министра хочет пересмотреть налоговую систему сократить бюрократическую волокиту для малого бизнеса и реформировать законы о планировании газета financial times в своей заглавной статье посвятила свою заглавную статью посвятила войне россии с украиной с ее ядерными угрозами со стороны владимира путина западные столицы разрабатывают планы действий на случай если российский президент попытается применить ядерное оружие против киева сообщает газета по словам западных официальных лиц на которые ссылается financial times в кремль были направлены частные предупреждения о возможных последствиях любых подобных действий газета daily telegraph держится тоже темы и в заглавной статье пишет что белый дом заявил москве что реакция запада будет катастрофической если россия пересечет эту черту последствия будут катастрофическими соединенные штаты ответят решительно об этом заявил советник по национальной безопасности сша джейк салливан программе встреча с прессой на канале nbc это произошло после того как министр иностранных дел россии заявила что аннексированные территории украины будут защищены так же как и территория россии именно об этом пишет газета на своей первой полосе ну а daily star отвлекаясь от всех этих тем не пишет об очередной саги о продолжении и истории очереди в которой стояли холи точнее не стояли можно так сказать холи виллоуби и филипп шофилд эта история до сих пор продолжается и daily star сообщает что имена ведущих имена вот этих журналистов не были в списке аккредитации средств массовой информации но они все равно были допущены в вестминстер холл для прощания с королевой вот такие заголовки газет на сегодня а что у нас внутри газет давайте рассмотрим в дальнейшем выпуске не переключайтесь фунт упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару поскольку рынки реагируют на крупнейшее за 50 лет снижение налогов в великобритании в начале торгов в азии фунт стерлингов упал почти до 1 доллара и 3 центов а затем восстановил свои позиции и сегодня утром по гринвичу остановился на уровне около 1 доллар и 6 центов канцлер как васи квартинг пообещал дополнительное снижение налогов дополнение к пакету на 45 миллиардов фунтов к которым он объявил в пятницу на фоне ожиданий роста долга фунт также отказался фунт также оказался простите под давлением из-за укрепления доллара если фунт останется на таком же низком уровне по отношению к доллару импорт товаров оцененных в долларах включая нефть и газ будет более дорогостоящим есть также опасения что снижение налогов и рост государственного долга спровоцирует высокую инфляцию и вынудит банк англии еще больше повысить процентные ставки это повысит ежемесячные расходы по ипотеке для миллионов домовладельцев во вчерашнем интервью министр финансов отмахнулся от беспокойства рынка по поводу сокращения налогов на 45 миллиардов фунтов стерлингов в чрезвычайном бюджете на и на прошлой неделе он об этом заявил и сказал что он полон решимости идти дальше господин квартинг начал пересмотр всех налоговых ставок в преддверии официального бюджета которая ожидается в следующем году источник министерстве финансов сообщил газете daily mail что канцлер хотел сделать налоговую систему проще и лучше для семей а также в большей степени чтобы она способствовала росту бюджета источник добавил это только начало проверка только началась но справедливо сказать что мы смотрим сможем ли мы сделать больше для того чтобы помочь семьям все варианты которые рассматриваются включают отмену налога на детские пособия которые влияют на родителей зарабатывающих более 50 тысяч фунтов в год но господин квартинг также рассматривает налоговые льготы для тех кто остается дома для того чтобы заботиться о детях или о своих близких согласно новым данным водители электромобилей которые используют быстрые или сферы быстрые общественные зарядки платят около 18 пенсов за милю за электричество которое они потребляют по сравнению с примерно 19 пенсами за милю за бензин или 20 пенсами за милю за дизель стоимость зарядки электромобиля с использованием общественных точек зарядки на основе оплаты по мере использования выросла на 42 процента всего за четыре месяца опрос 12 с половиной тысяч водителей который проводила компания эй эй показал что рост цен на энергоносители на внутреннем рынке отталкивает многих людей от перехода на электромобиль и сейчас все те у кого бензиновые автомобили начали потихонечку смеяться над теми кто потратился на электромобиль и еще про полицию столичная полиция лондонская имеется ввиду снизила свой порог допустимой скорости на одну милю в час то есть это означает что в ближайшие месяцы тысячи людей будут оштрафованы скорее всего поскольку у них меньше свободы действий для нарушения лимита скорости допуск по скорости дает автомобилистам небольшую свободу действий для превышения лимита до того как сработает камера и водитель будет оштрафован хотя движение с любой скоростью которая превышает официальный лимит является нарушением о новых правилах не было объявлено напрямую и это означает что около трехсот сорока семи тысяч водителей сейчас предупреждены только мной что они будут привлечены к ответственности за привлечить за превышение скорости вперед с января по июнь в течение этого года ранее полиция действовала в соответствии с политикой предположим лимит скорости 50 миль в час и к этому можно добавить 10 процентов то есть 55 миль в час и еще плюс 3 мили то есть 50 58 миль в час можно было ехать и вас за это не оштрафуют но 14 мая 19 года ограничение было незаметно снижено до плюс 2 мили в час а теперь плюс 1 миль в час я могу сказать что я уже попался на этой скорости мне пришлось пройти курсы дополнительным за какие-то деньги чтобы не лишиться своих очков на правах поэтому будьте осторожны и если если ездите по старой памяти немного превышая лимит скорости и не уходя далеко от темы полиции представьте себе тысячи пар форменных брюк размера xxl стали более 40 дюймов и больше были заказаны для полицейских как показывают цифры полиция заказала 7343 пары брюк включая размеры 40 дюймов 50 дюймов 52 дюйма и колоссальные 56 дюймов что эквивалентно четыре с половиной фута темфрей председатель на национального форума по ожирению назвал эти данные шокирующими а полиция подчеркнула что ежегодные фитнес тесты по-прежнему обязательны для всех ее сотрудников представитель полиции сказал размер талии человека не обязательно является показателем физической подготовки или способности выполнять свою роль всего два года назад две трети офицеров полиции хэмпшира считались либо толстыми либо страдающими ожирением во внутреннем электронном письме главному суперинтенданту льюисе хадсон выразила беспокойность тем что ожирение может увеличить риск смертельных заболеваний у полицейских таких как рак и диабет согласно рекомендациям нхс талия у людей должна быть чуть меньше половины вашего роста так что возьмите вот этот метр и померьте свой рост и свою талию чтобы не быть похожими на полицейских сегодня понедельник на выходных вы скорее всего отдыхали возможно даже выпивали кто-то из вас но вот в чем вопрос что же самое нелепое вы сделали после того как выпили напишите в комментариях какую-нибудь историю которая случилась с вами по пьянке будем не бояться этого слова и пока вы вспоминаете такую историю которая станет вполне возможно победителем нашего канала и я отправлю какой-нибудь приз за самую интересную историю пока вы вспоминаете и я расскажу вам историю одной женщины которая совершенно невероятно и трудно будет превзойти конечно то что учудила она луана риберия из уэльса так напилась на выходных что забыла что предложила 20 тысяч фунтов за дом на аукционе и в итоге выиграла она приняла участие в аукционе за дом который находился на окраине лица пока была на работе мне понравилась недвижимость говорит она и я подумала что она может быть неплохой красивой хорошей инвестиции в будущее после работы я пошла в ночной клуб потом осталась потом сильно напилась и на самом-то деле я не помню чтобы это делала но видимо я вернулась домой и следую на следующее утро позвонила агенту по недвижимости сделала ставку и как оказалось выиграла дом но только проснувшись я поняла что дом принадлежит теперь мне луана вспоминала в своем рассказе корреспондентом как в ту ночь одна рюмка превратилась в две которые затем превратились в пьяные игры но и оставшаяся часть ночи была чем-то вроде размытого пятна на самом-то деле удивительно но у этой пьяной истории которая случилась год назад очень хороший конец потому что луана теперь владеет домом точнее владела домом в течение целого года затем продала его вдвое дороже чем заплатила за него а деньги которые она получила от прибыли позволили ей переехать в португалию где она стала писателем и основала собственную медиа компанию и вот теперь она поделилась этой истории с британской прессы представьте себе так напиться чтобы купить дом ну а теперь мы переходим к прогнозу погоды с игорем павловым всем доброго времени суток вы на канале русских новостей соединенного королевства простите пожал что сегодня не из студии вчера вернулся поздно из лондона не успел до нее добраться спасибо всем кто вчера пришел на наш вечер комедии провел с нами эту пару часов в этой смере юмора все наши зрители лучшие а девушки самые красивые сегодняшнее утро достаточно пасмурное ветреное и серое в городе брайтоне ветер будет достигать 24 метра в час всю южную побережье сегодня будет захлебываться от сильных волн и сильном дожде ближе к обеду стихи успокоятся практически на всей территории великобритании всех накроет переменной облачность и лишь в городе лондон и норвич будет капать одинокий дождь температура в среднем около 14 градусов лондон дубр кардио в 15 норвич петербург манчестер 13 всем хорошей начало недели отличного настроения и лучшего понедельника спасибо игорь как всегда озадачил своей шуткой что все зрители лучшие а девушки красивые но на этом я тоже остановлюсь и соответственно пожелаю вам прекрасного дня хорошего начала недели следите за новостями не забывайте что есть разные всякие кнопки для того чтобы подписаться и следить за тем что происходит в британии ежедневно и из первых рук всего вам доброго хорошего настроя в студии был олег хилл и и Продолжение следует...